Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok О, меня обратно затягивает Я еще не успел вылететь отсюда Что же вы творите-то, а? О, все, я улетел Вон она, она, кстати А что это там за маленький шарик Такой рядом с ней летает? Ладно, мне без разницы Давай, автопилот сразу же включим Навелись на автопилоте Он сейчас сам по-быстренькому Оттуда долетит Чтобы мне без проблем было Интересный спутник тут летает Подожди, он сейчас в меня-то не врежется? Я бы не хотел сейчас расплавиться Ты что творишь, автопилот? Не надо меня так сразу же убивать Так, где я тут высаживался? Ага, это еще одна спасательная капсула, да? Это у них еще один подземный город? Ничего себе, постойте-ка А это точно та земля, на которой я хотел высадиться? Похоже, нет Похоже, это не она Может, тогда отсюда мне и начать Все, мягенько приземлились Я уж, походу, с управлением Спокойно здесь разобрался Нарушен неопознанный сигнал Ух ты, чей-то было? Здесь письмена Я такое ощущение, как будто я сюда и должен Опа Был приземлиться А, возможно, и нет Туда я прилетел? Опасно тут, опасно! Так, у ваших ног лежит башня квантовой истины Ничего себе Если это ваше первое паломничество на контовую луну Спуститесь ко входу здания Хранящиеся внутри Помогут вам в путешествии Ну-ка А, знания хранящиеся внутри помогут мне в путешествии Ничего себе Опасненько здесь Опасно Так, деревья двигаются Деревья в этой роще перемещаются Целиком с корнями Это не нормально даже для Не такой страны планеты А главное Я ни разу не видел их в движении Я не понимаю, что происходит Если кто-то наблюдал подобный случай Прошу зафиксировать здесь свои наблюдения Что-то неладное с этим Или с деревьями Или у меня с головой Маг прав Деревья действительно двигаются Признаюсь Я этого не замечал Пока я не прочел его заметки Ну-ка Подожди А это случай У меня один из тех камней На которые Его можно увидеть Только когда на него Смотришь Мы с Маком И Осмудой Установили Что квантовое поведение Объектов в этой роще Условлено влиянием Необычного каменного осколка Примечание От этого осколка Исходит нетипичный сигнал Такой же сигнал Издает наша Странствующая луна Похоже сигнал Исходили С пучины гиганта Камелька И песочных часов Вероятно Существуют и другие осколки Таким же квантовым образом Ведет только Странствующая луна Полагаю У этого Одна и та же причина В своей записи Смунда Отмечает Что камни Такой породы Не встречаются На пустой сфере А пустотной сфере Что если Он не с этой планеты Предположение Квантовый осколок Полетелся Странствующей Квантовой луны Возможно Он был Ее счастьем Как интересно А что здесь так Все потемнело О, я там даже Кстати Не дочитал А случайно Увидел Эту штуку И сразу К ней побежал Страшнее всего Что дело Не ограничивается Деревьем Другие материальные Объекты Например Обычный каменный Осколок Тоже каким-то Образом Перемещается Этот осколок И настораживает Сам по себе Треста По цвету И текстуре Он не соответствует Породам На этой планете Предложение Этот осколок Важен Следует его изучить Возможно Все остальные Объекты Двигаются Именно Из-за него Надеюсь Мы корабль Не разрушится Пока я буду Здесь гулять Ух ты Как тут Интересно Опа Ни хрена Себе А че Тут черная Дыра образуется Я видел Кстати Эту планету Один раз И я так понимаю Все осколки Затягивают сюда И они возвращаются В этот Как его Аж потерялся И они все Переносятся В белую Дыру Ни хрена себе От этой планеты Потом ничего Не останется Со временем Южная обсерватория Здесь действительно Все разрушается Кажется что ли Планета здесь Разрушается Со временем Здесь есть хоть одна Которая не разрушается А то даже Ей плохо становится Здесь тоже Все подохли Да Куда бы я не пришел Куда бы я не пришел Везде Везде все плохо Ух ты Ты смотри Как засосало Это Ударился Акзнатно Надеюсь Меня не засосет Пока я под ней Нахожусь Так Как бы мне добраться Наверх Перекресток Можешь прям в нее Прыгнуть попробовать Ух ты Ясен пень У меня мало здоровья Осталось У меня целый камень Врезался Ну-ка Там меня это переместит Как это все работает Как тут стрёмно А как тут вообще Перемещаться По этой планете Подожди Ты хочешь сказать Меня сейчас выкинет В эту Ух ты Ты понимаешь Что здесь жопа творится На этой О Заправить реактивный Ранец можно Ну у тебя получилось Стартовать Это прекрасно Молодец Судя по всему Я тут уже довольно давно Что ж Это пустотная сфера Хотя ты Наверное в курсе Тут куча древности Очень интересно Что ты тут делаешь Я хочу посмотреть На висящий город Всегда хотелось Увидеть его Своими глазами С самого раннего детства Подумать только Разумные существа Жили в этой Солнечной системе Еще до того Как зародился наш вид Как можно не интересоваться Их цивилизацией Правда Тебе наверное Рассказывали Я боюсь космоса Честное слово До сих пор Не понимаю Как меня сюда занесло Хочешь узнать Как мне удалось Сюда добраться Это все Гравик кристалл Меня угораздило Споткнуться Об него И упасть Повезло Еще приземлиться Здесь Где более Менее безопасно Если верить Маленькому разведчику Могло я затянуть Туда вниз Судя по данным Маленького разведчика Здесь Поверхность прочнее И стабильнее всего Так что я просто Подожду Тут некоторое время Пока не почувствую Что могу двигаться дальше Но что мы Все бы Нет Ты же тут Не для этого Чтобы слушать Мои жалобы Это было бы Да Мне удалось Кое что узнать Теперь я знаю Как выглядит Блин Подожди А жаль Как не как Все самое интересное Тут под землей В том числе Лесячий город Мог север отсюда Его даже немного видно Кроме него Есть большой купол На южном полюсе Это южная обсерватория С поверхности В нее Купол На южном полюсе Это южная обсерватория С поверхности В нее не попасть Поверь мне Я знаю Но если она Похожа на другие Постройки местной На мае То туда Наверняка Ведет какой-то Подземный ход Удачных исследовали Если узнаешь Что-то новое На мае Расскажи пожалуйста Я теперь знаю Где темный город Подожди Есть еще одно Поселение на мае Внутри часа угля Невероятно Целый город О котором мне вообще Не было известно Вот так новость Как они защитились От песка Мне было бы страшно Оказаться в пещерах Которую постоянно Заполняет песчаная река Какие же на мае Были умные Построить целый город Под землей Темный город Ох Получается Были две группы На мае Одна на части угля А другая тут На пустотной сфере Но они явно Путешествовали По всей солнечной системе Потому что Их письма Есть и на других планетах Куда тут можно пойти Проще спросить Что тут нельзя исследовать Ту же черную дыру Конечно нельзя Прямо совсем А жаль Как-никак Все самое интересное Тут под землей В том числе Висячий город Он к северу Отсюда Его даже немного видно Кроме него Есть большой купол На южной полюсе Это южная обсерватория С поверхности В нее не попасть А, да Это я уже читал А, какую задачу Ты выполняешь Я? Я же археолог Можно даже сказать Археолог С большой буквы Потому что Других на Кемельке И нет На пустотной сфере Есть очень многое Можно узнать И на мае Поэтому я здесь Это планета Настоящая сокровищница Культуры Науки И истории Если хочешь узнать На мае С пустотной сферы То ты по адресу Ну, то есть Кое-что я о них знаю Скажем так Вот Может тебе Чем-нибудь рассказать До встречи Да тут уже все Тут этот висячий город, да? Чтоб в черную дуру Не попасть И он куда-то выкидывает Ну, да Прям как раз Телепорт Как я и говорил Охренеть Что с этой планетой? Я даже не знаю Что здесь Когда сейчас разрушится Ты смотри-ка А, это показывает Как куда можно добраться Примерная карта Этой местности Я бы на самом деле До обсерватории Хотел добраться Если это возможно Вообще-то Там никак Очень умные записи Написаны Ммм Кристальная матерь Скай Ааа Гравитационная пушка В этой стороне Есть гравитационная пушка Ну, разведчик мой Уже куда улетел, а? Ну, только посмотрите А ты меня сейчас Куда выкинуть хочешь? На поверхность земли Мне туда не надо Можно и вниз Спокойно спуститься Да, но тут все рушится И я скоро помру Слово совсем Я даже здесь Ничего прочитать-то Особо не успею Почему здесь На каждой планете Так хреново То, что со временем Она уничтожается Единственное Где не было Настолько хреново Это Наверное В темном черновнике Или терно А, темно-терновник Или черно-терновник Хрен его знает Как он там назывался Точно Вот там только Там единственное Только что Меня сожрать могли Но это не настолько страшно От этого Можно спокойно Увернуться Уклониться от них По-моему разведчик Все летит 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 Охренеть Опа Продолжен Обновлю Район школы Район Талой воды Район Светилища И Район Кузницы А по этой штуке Чтобы ходить Можно Ааа Вот Как туда попасть Можно было По этим штукам Ходить Можно Так А это у нас Что у нас Талой воды Район Кузницы Светилища А где Светилище Я бы Светилище Сходил Или даже На кузницу О там Что-то Написано Нам нужно Запас Кислорода Даже Так Для проекта Час пепла Нужно Мощное Выско Энергетическое Гиперядро Где нам Его найти Хороший Вопрос Боже Но Обновлен Ой Что-то Меня Чихнуть Пробило О Смотрите К свиточке Его можно Прочитать Мы можем Извречь Гиперядро Из Вздолета Для этого Придется Вернуться На черный Терновик Мак Мой отец Говорил Что там Погибли Многие На мая Еще бы Мой Наставник Колиус И его Наставница Однажды Обнаружили Ископаемого Удильщика Начащей Угля Их знания Помогут Нам Избежать Столкновения С удильщиком То Что мы Сомнело Узнали Об удильщиках Может помочь Однако Наши теории Не были Проведены На практике Если Гиперядро Звездолета И работает Оно Сломано Запись Сказано Что Звездолет Смертельно Ранен Это риск Нельзя назвать Его Оправданным Возможно У нас Получится Его Починить Моя бабушка Говорила Что они Не успели Установить Причину Повреждений И их Масштаб Я помню Этого Нескопаемого Удильщика В детстве Мы играли В пещере Древней рыбы Даже Если Старое Ядро Не работает Его Можно Использовать Как образец Нужно Лишь Транспортировать Его Сюда Здесь Где-то Ядро Есть Которое Можно Транспортировать Опа Даже Не стоит Что мы Создаем Гипер Ядро Анона И без Него Еще Сложнее Поверить Что я Уже Не юная Ученица И что Кузница Черная Дра Теперь Под Моим Началом Предположение Это Всегда Будет А Предположение В это Всегда Будет Сложно Поверить Мы Были Знакомы Недолго Но Я Таскую По Своему Старому Наставнику Я Очень Хочу Испытать Свои Что все Получится Но Вдруг Я Не могу Трезво Оценить Свои Возможности Впрочем Теперь Остается Только Трудиться Как Сказал Б Анона Если Труд Не Поможет Придется Придумать Что Ты Еще Со Мной В Кузнице Шалфей И Росток Со Мной Мой Клан Я Не Одна Может Не Стоило Предлагать Свою Помощь Я Родилась В Этой Звездной Системы И Ни Одним Из Трех Глаз Не Видела Гиперядро Ни Одним Из Трех Глаз Не Видела Гиперядро Аноны Я Знаю О нем Лишь По Его Рассказам Что Если Я Взвалила На Себя Непосильную Ношу Не Знаю Ну Минька Скорее Всего Нет Раз Вы Тут Что Делали Все То Я Опять Отправляюсь Как бы У меня В черную Дыру Тут Не Засосало Я Б Не Хотел Этого Так Здесь Тоже Падать Не Надо Это У меня Уже Один Раз Камнем Шандарах Ну Что Тут У нас Вообще Отсюда Сюда Прийти Можно Неплохо Они так Перемещались Между Планетами Я Еще Один Свиточек Нашел Ты Смотри Ка Он Прям Здесь Был Так Мы Не Можем Построить Гипер Звездолета Взяв За Образец Гипер Звездолета А Мы Можем Сами Построить Оставшись Гипер Ядром Звездолета Его Вестилище Мы Потеряем Целые Здания Верно Однако Шанс Спасти Эти Знаний Невелик Полагаю Лучше Будет Получить Их Повторно Знания Здания Я бы Хотела Создать А что это Когда я читаю Все на паузе Стоит Я бы Хотела Создать Такое Же Мощное Ядро Думаю Мы Сможем Сконструировать Его Базовую Копию В кузнице Черная Дыра Это Самое Безопасное Решение Для Нашего Клана Друдность В том Что У нас Нет Чертежей А Создатели Ядра Бездолета Не Могут Нам Помочь Да Но Лака Который Над ним Работал А кузнице Черной Дыра Уже Умеет Создавать Более Простые Ядра Положитесь На Меня Гиперидор Звездолета Было Создано До Моего Рождения Но Анона Много Рассказывал О Своих Изобретениях Но Верно Ли Оно Наша Цель Состоит Того Чтобы Пойти На Риск Даже Не Знаю Как и Многие Другие Я Ока Не Существует Нам Стоит Выбрать Путь На Который Брещь Остаться Невредимым Обновлен Надо Потом Почитать Свои Записи Как Тут Все Страшно Это Я Сейчас Назад Возвращаюсь Нет Назад Мне Не Надо Вон Она Кузница Тут Я Не Пройду Никак Вообще Очень Большой Риск Что Пока Я Тут Путешествую Ух Куда Это Выход Наверх Что Что Пока Я Тут Путешествую Меня Может Просто Засасать Черной Дырой Да Это Я Знаю Что Она Здесь Есть Я Не Зря Обходной Путь Искал А Где Она Поблизости Меня Еще Там Не Раздавило Ничем Вот Я И Добрался До Школы Скоро Там Еще Все Планеты Должна Взорваться О О Фестивалях Когда Кланы На Майя Со Вселенной Собираются Чтобы Поделиться Научными И Культурными Достижениями Это Называется Фестивалем Не Забывая Фестивали Проводятся Раз в Десять Лет Иногда Кланы Показывают На Фестивалях Новинки Которые Меняют Жизнь Всех На Май Например Гипер Ядро Аноны Позволило Нам Совершать Гипер Прыжки И Исследовать Далекий Космос Каждый Клан Отправляется На Фестиваль Одного А Каждый Клан Отправляет На Фестиваль Одного Представителя Который Показывает Самые Интересные Достижения Нашей Представительницы Балатреса Фестиваль Может Длиться Очень Долго Мы Не Можем Поучаствовать Тому Что Застряли Тут Но Асмунда Говорит Что Раньше Мы На Них Бывали Не Очень Интересная Информация А Вот Это Вот Может Стать Для Меня Интересным Так Почему Нам Не Следует Почему Нам Следует Построить Новый Звездолет Каждый Клан На Майе Следует Вселенной На Собственном Звездолете Звездолет Представляет Собой Клан Сердце Клан Наши Предки Нигде Не Задерживались Надолго На Майе Всегда Были Странниками Построив Новый Звездолет Мы Можем Вернуться К К К Образ Жизни Только Представьте Какое Путешествие Нас Ждет Наш Клан Наконец-то Выберется Из Этой Звездной Системы К К Говорит Что Раньше Мы Постоянно Встречались С другими Нома И Делились Ними Знаниями Добыть Детали Будет Не Так Сложно Просто Перестанем Создавать Новые Приборы Разберем Некоторые Постройки Например Башни На Часи Пепла Мы Сможем Даже Создать Гиперядро Для прыжков На дальнее Расстояние Как у Звездолета Флака Говорит Что Будет Конструировать Мощное Гиперядро Для Другого Проекта Она Наверняка Сможет Подключить Его К Звездолету Потому Что Она Умная Возможно Мы Придем Нам Придется Начать С Небольшого Звездолета Хотя Обычные Звездолеты Огромны Однако Мы Сможем Расширить Его Как Только Достигнем Планеты Богатой Ресурсами Я Слышу Как Ко мне Уже Подбирается Потихонечку Смерть Нам Стоит Приостановить И Изыскание Связанное С Оком Вселенной Милеют Движение Что На Проект Сейчас Пепла Уходит Очень Много Матери Все Сейчас Я Взорвусь Уже Да Или Нет Целостность Поверхности 99% В смысле Целостность Поверхности 99% Это вот На которой Я сейчас Стою Это Мне Датчики Показывают А да Он Действительно Черная Дыра Начинает Их Засасывать Потихонечку Мне надо Как-то Отсюда Выбираться Да Мне некуда Выбираться Мой корабль А не Мой корабль До сих пор Еще стоит Да и Даже Если Я Отсюда Выберусь То Какая Мне Разница Я Все равно Подохну От Взрыва Это У нас Что такое В кузницу Я тогда Потом Со следующим Полетом Схожу А здесь Я еще Побуду А Я Слышу Как взрыв Ко мне Подбирается Усю Вот Теперь Я точно Понял Спасайся Кто Может Вот Это Красота Вот Это Я понимаю Красиво Ну А на этом Можно Закончить Подписывайтесь На канал Ставьте лайки Пишите комментарии Всем спасибо За просмотр Пока Субтитры